Добрый день! Вам, конечно, покажется странным первая фраза, но речь сегодня вообще не пойдет о Василии. Совершенно будем разбирать серьезнейшие вещи и будем учиться рассуждать логически, чем я вам, так сказать, опровергну многие постулаты, которые вам просто в голову вдалбливают, причем вдалбливают целенаправленно, чтобы вы делали неправильно. Речь пойдет об абсолютном знании, то есть нам нужно сконцентрироваться на сочетании слов абсолютное знание. И я вас сразу подготовлю, что это не сейчас, это лекция не из той болтовни, которую вы слушаете, когда вам всякие там петушины-аналитики открывают Василия Олейника и просто начинают его грязью поливать. Тут речь вообще совсем не об этом. Мы тут конкретно разберем ситуацию, которую, впрочем, может быть и когда-нибудь у Васи будет 5 минут этого творческой деятельности, он найдет свободных и послушает то, что я, в принципе, хочу на его примере просто сказать вам. Вот у нас есть его неудачный шорт, да, последних 7 дней и сплошные вот такие вот сделки, но вот минус 23, минус 25, минус 28, это все понятно. Есть стоп-лосс на минус 85 и по 50, по 50, по 50, по 50, по 50, по 50. Мы начнем, чтобы Вам было понятнее. С вот этого стоп-лосса почти минус 90 процентов, назовем его так. И сразу прибегнем к элементарнейшим математическим расчетам. Вот есть у Вас счет, он, допустим, 100 единиц. И у Вас есть настолько сильная уверенность, что Вы открываете позицию, неважно, Вы открываете ее вверх или вниз, но если Вы ее открываете вниз, такую позицию, как шорт, я Вам сразу скажу, это в 10 раз хуже. Это в 10 раз хуже и речь сейчас пойдет не о том, что шортовые позиции это вообще очень-очень плохо и зло. Вниз также может падать до бесконечности с единственным, так сказать, моментом, что когда улетает вверх бесконечно, это в компании якобы все хорошо, а когда падает все до нуля, это в компании якобы пиши пропало. Понятно, и там, и там на пути встречаются коррекции, но только от лонга. Эти отскоки, и они мотивированы, и понятно, чем выражены, и там есть ситуации, когда компания идет к кротству, а всякие обратные сплиты, прочие росты, там отскоки, там есть политика усреднений, все-все-все. И в любом случае Вы там просто владеете акциями, которые в случае, если компания выжила, то они после каких-то манипуляций и усреднений выходят в плюс, и Вы на этом еще зарабатываете. Что же такое минус почти 90% от стоп-лосс, от своего абсолютного знания? То есть, речь пойдет об уверенности. Вот смотрите, трейден уверен в чем-то настолько, что он готов пересидеть позицию, которая съест 90% от его входа. То есть, ну понятно, он ошибся. И понятно, что он уже применяет стопы в своей системе. У него стопы есть, это 50%, 60%, 50%, 30%. То есть, получается, что стопы есть. Просто их размер настолько большой, что с чем он связан? Тут, понимаете, вот тема есть хорошая. Вот коротко можно сказать, очень прям коротко, элементарно можно сказать. Но сбивают эти цифры. То есть, я смотрю на них, и они меня поражают своей глубиной. То есть, достаточно было мне вот для того, чтобы математически вам объяснить все. Вот только одного стоп-лосса, вот минус 90%. И объясняется коротко очень. Если вы зафиксировали минус 90% по своим 100 единицам, то чтобы вернуть обратно, вам нужно совершить сделку на 1000%. Еще раз повторю, это же всем понятно. Что если у вас было 100 единиц, вы зафиксировали стоп-лосс на 90%. То, чтобы заработать обратно с этой же позиции, вам нужно поймать движение на 1000%, то, чтобы выросло в 10 раз. Чтобы ваш остаток вырос в 10 раз. Вы много видели таких моментов. Ну, скажем так, как часто трейдер сможет поймать ситуацию, по которой он совершит сделку, которая вырастет в 10 раз. Ну, скажем, такое слово есть, редко. То есть, редко можно поймать ситуацию, когда твой счет вырастет в 10 раз в какой-то срок. Лишь только это объясняет бессмысленность вообще вот этого выхода. Не входа в эту позицию, когда все улетело и ты облажался. А выхода из этой позиции, бессмысленность. Что потом, чтобы вернуть вот конкретно по этой сделке, нужно заработать 10-кратное увеличение. Нужно заработать 1000%. Отсюда мы переходим к термину абсолютная уверенность. Вот если у тебя есть абсолютная уверенность, да, когда пошла просадка там 10, 20, 30% и ты продолжаешь держать. Ну, значит, перед тем, как входить, факторы должны быть какие-то такие зашкаливающие. Просто вот зашкаливающие. Что-то должно быть такое, ну, не знаю, там, ядерная война. Не знаю, закончилось электричество. Ну, то есть, в мире закончились электричества, и больше Теслу там, не знаю, машинки никто не заряжает. То есть, ты должен обладать таким каким-то знанием, которое в тебе вот эту вот уверенность, вот ты знаешь, все, я здесь вошел, и я держу до победного. Потому что вот это вот по сути, есть победный твой конец, только бессмысленность выхода. То есть, ты совершил сделку, вышел, чтобы отыграть, отбить обратное по конкретной этой сделке, нужно совершить сделку, которая принесет тебе 1000% доходности. Вы же сами понимаете, что это невозможно сделать 1000% доходности. Поэтому, какой бы ни была ваша уверенность, когда вы что-то держите, то у вас остается один вариант. Все эти сделки, все эти сделки, которые закрыл, их вообще нельзя закрывать. Все. Если у тебя была гиперуверенность в том, что электричество закончилось, и эту машинку больше никто никогда не зарядит, ты сиди до конца. Потому что все это, это просто фигня и профанация. Ты сиди до конца и жди уже, когда упадет, потому что ты и так уже все похерил. Ты и так уже все похерил. Вот эта вот сделка никогда обратно не вернется. Потому что никогда в жизни ты не поймаешь обратно 1000%. Поэтому бессмысленность выхода в минус 90%, в минус 80% это очевидно. Выход в минус 80% это обратно, чтобы именно эту позицию отыграть. Нужно поймать 500% доходности. А раз ты 500% доходности поймать не можешь, раз ты 1000% поймать не можешь, значит у тебя никогда не должно быть твоих выходов. Так же дальше идем. Допустим, у тебя есть штук 5 выходов по 50-60%, ну пусть по 50%. Значит каждый обратный свой выигрыш на сделку должен составлять 100%. Тебе нужно теперь совершить 3 сделки, чтобы заработать 100%. Поэтому, когда, если ты работаешь со стопом, если вот ты вообще шартишь и хочешь, чтобы у тебя стопы срабатывали, ты пойми, каким должен быть стоп, чтобы что-то вернуть. Да? Вот чтобы что-то вернуть, каким он должен быть реально этот стоп, если ты вообще с ним работаешь. То есть профессионалы, во-первых, не шартят, профессионалы не работают по стопам. Гипер какие-то фонды просто выходят из акции, они вальзуют, потому что шорт они существуют. Шорт этот акции, который тебе дали в долг, так как нет отрицательной цены акции. Вообще шорт они существуют. Когда Вася продавал свою Теслу, в этот момент это были чьи-то акции. Они были чьи-то акции, эти акции росли, ему их дали в долг, люди на этом заработали, потому что, чтобы дать ему в долг, то есть тут да, тут плохой пример, ИТРа не выводит сделки на биржу. Я в целом говорю про шорт, что чтобы кто-то зашортил и много потерял, эти акции у кого-то, естественно, они в собственности. И человек мало того, что брал проценты с того, кому дал в долг, он еще хорошо заработал, очень сильно на этом росте, очень сильно на этом росте заработал. И еще и получил проценты с того, кому дал в долг. Так вот, абсолютное знание, назову этот ролик, абсолютное знание, почему? Потому что, если ты обладаешь абсолютным знанием и делаешь какую-то сделку, где у тебя просадка минус 10, минус 20, минус 30, минус 50, минус 90 вообще молча, минус 60, ну вот у тебя какая-то просадка, ты никогда не закрываешь, потому что были факторы, когда ты обладаешь абсолютным знанием в эту сделку. И вошел, а абсолютное знание, это означает либо полная потеря, либо полная потеря денег, либо 99,99 выигрыш. То есть, выигрыш все, абсолютное знание. Если у тебя нет абсолютного знания, если у тебя нет абсолютного знания, если ты собираешься закрывать сделку минус 90, минус 50, минус 60, минус 50, то есть, соответственно, мы тут доказываем, что абсолютным знанием в этот момент человек не обладал и его позиция мощная в этом инструменте, она не была подкреплена никакой базой. То есть, базы не было, базы ноль. Переходим просто просто к ситуации, когда у тебя базы ноль. Вот у тебя ноль базы, ты хочешь совершить какую-то сделку, значит, у тебя стоп должен быть 2-3 процента, 5. Вот ты раз вошел, 2-3 процента, ты зафиксил, вот как здесь, да, вот зашел. Не получилось, нет у тебя базы знаний, ты играл в рулетку, ты вошел на вугад, ты не знаешь, куда пойдет цена, не представляешь, куда она может пойти, и как сильно. Раз, два, три, 5 раз по 3 достаточно, чтобы понять, что ты не в том месте, не в том месте, не в тот день, это не твоя работа, это я еще не знаю, что там и как, или прочее. То есть, ты понимаешь, что у тебя просто плохая статистика, потому что ты, если сделаешь так 10 раз подряд, 15 раз подряд, то следующую сделку, чтобы все это отбить, уже тебе нужно заработать 100%, если ты 15 раз, 30 раз подряд, войти не смог, как ты войдешь в сделку, чтобы заработать 100%, да, ты даже если войдешь в нее, ты теоретически, из нее не выйдешь, ты просто не выдержишь, эти 100%, чтобы все вернули, да, то есть, у тебя стратегия не подразумевает либо одно, либо другое, либо минус 3, плюс 3, минус 3, плюс 3, минус 3, плюс 3, если 5, 10 раз минус 3, все, значит, это не твоя работа, не твое место, ты здесь случайный человек. Если же ты обладал знанием каким-то, что нужно там шортить, и вот такие вот огромные величины у тебя пошли прозадки, все, ты не должен выходить, зачем тебе выходить? Сиди, жди до последнего, ты же обладал этим абсолютным знанием, ну, раз у нас результаты указывают на то, что вот абсолютно знание, какая разница, или минус 90%, или минус 99%, или минус 100%, какая разница, но вероятность того, что эти минус 99% вернутся значительно больше, чем знание того, что эти минус 85% не вернутся никогда. И далее ситуация. Ты шортир, шортир по меньшим ценам, значит, ты на определенную сумму взять смог под контроль большее количество акций. Делая новый шорт на остатки по более высокой цене, ты и под контроль акций ты не возьмешь, с которых можно заработать. То есть, если ты предлагаешь шортить, то на тот остаток, на который ты зашортишь снова, он упасть должен не в 10 раз, он упасть должен уже в 100 раз, чтобы тебе вернуть. Уже ты взял акций под контроль гораздо меньше. Величина позиции увеличивается. То есть, только что улетающая компания, которая улетает вверх с диким криком, да пошли вы все нафиг. и ты на ней уже потерял, ты думаешь, что она теперь упадет до нуля. То есть, это вообще безрассудство, которое противоречит первому безрассудству. То есть, безрассудство, которое противоречит первому безрассудству и, наверное, уже множится на какое-то третье безрассудство. То есть, здесь не нужно просто сидеть, как петушинный аналитик, хайд, разбирать, говорить, не умеет торговать или что, или что, и что. Тут вообще речь не об этом. Речь обычная, обычная математика, что такие выходы подразумевают только абсолютное знание. Абсолютное знание значит, сделал ставку, сиди вообще до конца. Либо счет у тебя исчезнет, либо ты заработаешь, либо в лучшем случае ты выйдешь к начальным ценам, не будет у тебя этих потерь. Если у тебя нет абсолютного знания, твой стоп не может быть там больше 3-5%. Ты должен значит уметь выходить на какие-то короткие участки. Либо ты умеешь ходить на короткие участки, либо не можешь. Если ты сделал там 10-20-30 раз минус 3, значит не можешь. И значит это не твое. Но вторым способом ты мог бы понять, что это не твое и потерять там 30% за 10 раз от позиций все и закончить. Но ты тогда должен понимать, что у тебя не было абсолютного знания. У тебя не было этого абсолютного знания, что цена-то пойдет в ту сторону. Потому что вот эти огромные величины, я 50 раз повторюсь, они подразумевают абсолютное знание, что цена пойдет в ту сторону. Абсолютное. Абсолютнее не бывает. То есть вы поймите это, что вот этого просто, этого не бывает. Этого быть не должно. То есть человека, кто-то обманул с абсолютным знанием того, что цена пойдет в его сторону. просто обманул. То есть кто-то продал ему некачественный инсайт. То есть кто-то за это отвечает. Но если ты верил в это абсолютное знание, то ты должен делать выбор. Потому что в лучшем случае спасет тебя только выбор. стоять до последнего. Либо полный ноль, либо все вернется в плюс, либо ты заработал. Но если ты начинаешь по минус 50-60% выходить после таких сделок, ты никогда не вернешься обратно. Никогда ты не вернешься обратно. А если ты будешь продолжать шортить, это абсолютно точно. Ты не вернешься никогда обратно. А человек продолжает шортить. И второе. Чтобы тебе вернуться обратно, тебе нужно вот эту компанию, которая только что там выросла в пять раз, укатать до нуля. Укатать вообще до нуля, чтобы вернуть все. То есть математически не получается. Ну математически никак не получается вернуться обратно. Но ты хоть голову себе разбей о стену, но здесь против тебя законы математики. Восстановить каждую сделку, просевшую на 90% это в тысячу раз тысяча процентов заработать. Где ты такое вообще видел тысячу процентов заработать? Нигде. Отбить сделку в 50%, 100% заработать. Как часто ты последние разы, допустим, можешь заработать 100%? Как часто по вот этим, судя, сделкам ты можешь зарабатывать, у тебя минус 50, минус 50, минус 50, минус 50, минус 50, 5 раз тебе нужно заработать по 100. С точностью 9% мы будем зарабатывать 5 раз по 100. То есть невозможно. То есть невозможно. Как бы утопия, утопия развивается. И утопия это в принципе, она продолжается уже там, не знаю, утопия продолжается уже пятый месяц. И как бы я людей предупреждал, еще когда тут было на 100, на 140 копировщиков больше, что все уже видно, что делает человек, и как он хочет это отбить, он не понимает законов элементарных, математики. Что упало в 10 раз, ты потерял минус 90%. Остаток заработать обратно нужно заработать тысячу процентов. Человек просто этого не понимает. Что упало в 2 раза, заработай обратно 50. То есть ты, если обладаешь абсолютным знанием входа, ты никогда не фиксируешь убыток. Ты либо сидишь, либо добавляешься, либо расправляешь позицию, либо усредняешься, если от лонга, но ты сидишь до победного, до победного конца. Потому что если ты понимаешь, что ты не будешь сидеть до победного конца изначально, ты математическим расчетом, математическим моделированием, ты проиграл уже заранее свою позицию. Ты проиграл свою позицию за ранее биржи. Это не угадайка. Угадал, не угадал, отступился. Угадал, не угадал, отступился. Это либо у тебя есть абсолютное знание, и ты идешь до нуля, до конца, если ты проиграл. Либо у тебя нет абсолютного знания, тогда у тебя очень-очень минимальные потери и очень-очень короткий срок. То есть нет абсолютного знания, минимальные потери. Очень короткий интервал времени, и ты пошел на другую работу. Абсолютное знание, то есть это А1 вход, сидим до нуля, или до победного, или забираем. Все. То есть палка, она с двух концов, с двух концов одинаково. Ты не можешь говорить, что у меня есть абсолютное знание, и не идти до конца, или идти до середины. Не можешь, потому что ты математически никогда не вернешься обратно. Хотел сделать очень коротко, получилось очень долго, потому что эти просто вообще впечатляют впечатляют, впечатляют эти цифры, эти цифры непонимания элементарной вообще математики третьего класса, как будто человек не знает, что такое проценты вообще. То есть он не знает, он продолжает торговать, продолжает шортить и как-то собирается этими сделками отбить. Ладно там, фундаментал, улетела компания, даже если в ней, если она так улетает, она модно, ее покупают, все, в четыре раза улетела. Даже если, это же не биткоин, он Теслу может с биткоином перепутал, ну возможно, даже если ты хочешь коррекцию ловить от шорта, но тебе теперь ее нужно просто словить, ну там, ну будут там 10-20, ну пусть там 30% коррекции там будут, чтобы вернуть по этим сделкам, это тысячу, надо таких сделок совершить, тысячу сделок, и на каждой поймать там 20-30%, процентов, но математически, нужно задать в табличечку просто и посмотреть, что бывает, когда так, а что бывает, когда так, когда минус 90% от счета, ты остатками никогда не вернешь. Это уже тысяча процентов, чтобы вернуть. Всего доброго, спасибо за внимание, могу только извиниться перед теми, кто дослушал до конца, до конца этот, этот апофегизм, апофеоза, просто это, это не лекция, это просто абсолютный, абсолютный трэш, это просто абсолютный трэш.